Международный фонд «Дети Саха-Азия» продолжает поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Недавно фонд помог одной из столичных семей с ремонтом квартиры. Репортаж Нергияны Егоровой. Многодетная семья Ушницких проживает в частично благоустроенной квартире на первом этаже аварийного дома 1963 года постройки. Ветхое жилье буквально тонет. Под полом постоянно скапливается вода. Доски прогнили насквозь. Стены покрылись грибками. По инициативе детского фонда с помощью добрых людей у правостроительного округа и строительного рынка быстро, качественно и недорого провели ремонт. И не только в одной комнате, но и в прихожей. Материалы дети выбирали сами. Я выбирала и буду. А где у тебя такой линолеум будет? В комнате? В комнате. Семья Ушницких стала первой в нашем проекте. Здесь была проведена большая работа по отсыпке помещения, по косметическому ремонту. И мы постарались этим проектом помочь детям обрести вот такую маленькую мечту, осуществить их маленькую мечту и сделать детскую комнату. Очень хорошее участие принимали сами собственники жилья. Папа, мама, даже ребятишки помогали. И мы, конечно, очень рады, что сделали очень красиво, уютно для детей. Целью проекта «Семейный ремонт» является создание условий для проживания силами самих родителей и добровольцев. Каждый член семьи принимал активное участие во время ремонтных работ. И из ветхой обшарпанной комнаты на сегодня детская выглядит совсем по-другому. Сказали, что будут делать ремонт. Мы сами удивились, не думали, что так красиво у нас все получится. Мне нравится все. Что-то здесь нужно делать. Уроки, еще спать, еще играть. Спасибо за эмоцию. Я очень рада, что Международный детский фонд «Дети Сахази» взялись за такое доброе дело и намерены в дальнейшем продолжать. И надеюсь, что наш округ в дальнейшем будет намного лучше жить. Атмосфера в семье улучшилась. Ремонт в детской комнате, сделанный своими руками, стал дополнительным толчком к дальнейшему налаживанию семейных отношений. И, несомненно, повысит чувство ответственности родителей за своих детей.